Во Вроцлаве с осени билеты на автобусы и трамваи вновь подорожают. При приезде в Украину тест на коронавирус больше не требуется. Фестиваль кофе во Вроцлаве. Ежегодный гитарный рекорд мира во Вроцлаве не удалось побить. Ксенофобия в Нижнеселесском Уженде. Один из инспекторов считает украинцев трагедией для Польши. А также мы поговорим о других событиях в Польше за последнюю неделю. С вами Нестерович Екатерина и это новости in Poland. Мы начинаем. 16 июня Кабинет министров Украины отменил требования о наличии негативного теста на коронавирус или самоизоляцию для украинцев, возвращающихся из-за рубежа. От прохождения тестирования также освобождены иностранцы, имеющие право на постоянное проживание в Украине. Однако от иностранцев, которые хотят ехать в Украину, и в дальнейшем требуется отрицательный тест или справка о полном курсе вакцинации, а также страховой полис, учитывающий возможность заболевания COVID-19. Такое решение было принято на заседании правительства в связи с тем, что все украинские регионы сейчас находятся в так называемой зеленой зоне. Пока такая ситуация будет сохраняться, то пересечение границ будет беспрепятным. Ксенофобия у Нижнеселецького воеводского управления. Один из инспекторов, который занимался ведением справа иноземцев, вважает украинцев трагедию для Польши. На минулому тижні один из инспекторов в ДУВ був звільнений через ксенофобичные висловлювания на адресу громадян Украины. У відповідь на наш мейл у справи одного з іноземців уже колишній працівник Відділу відповів досить нетипово. Настав час, чтобы изменить в жизни, вместо того, чтобы витрачать час на то, чтобы принимать эти жалюгидные решения для ваших земляків. Это просто трагедия. Трагедия для моей страны. Идеться у відповіді инспектора. За справу взявся в Росславский центр розвитку суспільства. Протягом кілька годин стало відомо, що після инциденту особу звільнили. У п'ятницю вона допрацювала останній свій день. Як коментує ситуацию заступник директора відділу соц. Войцех Партика, в четверг з ним була розмова, в результаті чого було прийнято рішення про його звільнення до 21 червня. Звичайно, цей інцидент можна оцінити тільки в один спосіб. Ця поведінка була некоректною і непрофесійною. Як керівник інспектора від імені органу, яким є управління, вибачаюсь за таку поведінку підлевлого. З інспектором ми розпрощалися у п'ятницю. То був його останній день на роботі. Звичайно, воєводи мають зовсім іншу думку, ніж зазначені у висті речі. Всі громадяни третіх країн, які готові знайти себе на ринку праці, ласкаво запрошуються. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб, незважаючи на величезну кількість заяв і величезні черги, якомога швидше легалізувати перебування іноземців. За даними СОЦ, інспектор вів біля двох тисяч справ іноземців. Більшість з них – справи українців. Його справи планують розділити між трьома новими працівниками, що має прискорити розгляд адміністративних процедур, що лишилися після нього. Вроцлаві вновь подорожають билеты на общественный транспорт. Городський совет Вроцлава отменил своє же майське сниження цен на билеты МПК. Поэтому жителям города стоит готовиться к очередному повішению цен з осени. Решення було прийнято в четверг, 17 іюня. Іменно тоді відбувало важне голосування в Городському СОЦ. Произошло це прийнятий рішення насчет нового билета – наша Вроцлавська железна дорога. Як утверджував советник Павел Карпинський з форума Яцека Сутрика, введення нового билета на поїзд привлечет жителей Вроцлава на поїздки по городу поїздами, трамваями і автобусами. Горсовет, приняв резолюцию о новом железнодорожном билете, решил восстановити с 1 сентября цены на некоторые билеты МПК к ценам, которые действовали с 1 января. Поэтому с 1 июля только на 2 месяца вступит в силу сниження цен на разовые билеты к уровню с прошлого года. Цены на другие билеты остануться прежними. Фестиваль кофе во Вроцлаве Ещё один сезон фестиваля кофе прошёл в выходные во Вроцлаве. Польские и зарубежные полярни, местные кафе и футраки, аксессуары для кофе и другие гаджеты – всё это можно было найти в одном месте. Зал Боровара Мишаньскего снова наполнился ароматным кофе величайшего качества. Фестиваль кофе – это прежде всего отличная возможность познакомиться с лучшими баристами, главными жаровнями и кафе со всей страны. Во время мероприятия можно было ответить различные виды кофе, а баристы могли поделиться своим опытом. Ежегодный гитарный рекорд мира во Вроцлаве не удалось побить. В субботу, 19 июня во Вроцлаве уже в 19-й раз собрались гитаристы, чтобы вместе сыграть песню Джимми Хенрикса «Хэй Джо». В первые мероприятия проводилось не на Центральной площади, а у зала столетия. Изменения связаны с последней волной коронавируса, которая в мае не позволила провести его в классическом формате. Приобщиться к попытке побить рекорд мира можно было на перголе, а также в интернете. У фонтана собралось несколько тысяч человек. Сколько людей было онлайн, организаторы пока не сообщают. По их словам, в этом году им не зависело на количестве участников, главное – это было собраться после пандемии. Напомним, что в 2019 году на вроцлавском рынке был установлен рекорд количества гитаристов, которые играли «Хэй Джо». Это было 7 423 человека. А теперь к другим новостям. Праздник вроцлава отмечается 24 июня, неизменно более 20 лет. Выбор даты не случайен. В этот день в католической церкви выпадает память святого Иоанна Крестителя. Святой – не только покровитель архиепархии и вроцлавского собора, но его изображение мы находим в одном из полей герба Вроцлава. Праздник вроцлава – это также цикл культурных мероприятий, которые организуют городские учреждения культуры и общественные организации. Список мероприятий вы можете увидеть на экране. В субботу ночью в Гожево-Великопольском полиция получила сообщение, что в центре города женщина зашла в реку и начала переплывать на другой берег. На место был отправлен патруль полиции, а также туда выехали пожарные. Оказалось, что девушка была под влиянием амфетаминов. Переплыть речку решила для того, чтобы произвести впечатление на своих друзей. Девушку арестовали, но не из-за водных развлечений. Во время проверки ее личных данных оказалось, что ее разыскивают для отбывания наказаний в тюрьме сроком 1 год. И так с берега реки она попала в отделение полиции. Последнюю неделю в Польше было солнечно и очень жарко. А вот со вторника атмосферные фронты во многих районах страны принесли дожди и сильные штормы. Такая ситуация продлится на протяжении нескольких дней. Выпуск наших новостей подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться в курсе самых последних событий в Польше. Всего вам доброго! Увидимся через неделю! Продолжение следует...